Грузия Анлиния, Грузия, оказаться за столом политкараван-сарая Тимура Стаманишвили. Грузия Анлиния, Грузия. 23 октября 2019 года. На фоне трамповской изоляционистской политики США и попыток глобализационного подхода России, в последнее время наблюдаются интересные сдвиги, или же обозначается передел сфер влияния данных держав. Грузия в этом смысле является как бы лакмусовой бумагой, или мини-индикатором подобных сдвигов. Политики двух континентов порою сами же себе противоречат, применяя явные и не столь явные эфемизмы для выражения советов, инструкций к действию для стран постсоветского пространства. Иногда эти советы не столь верно понимаются и принимаются политиками и высшими чинами государств бывшего СССР. Как, например, не раз прозвучавшие в устах высших дипломатов, в том числе, бывшего посла США в Грузии Ричарда Майлса, о необходимом диалоге Грузии с РФ. Это очень хорошо гармонирует со всем недавней маркой в прямом эфире ТВ Дональда Трампа президенту Украины Владимиру Зеленскому о желательности прямых договоренностей между ним и Путиным. Все эти посылы происходят на фоне иных активностей, как то, снабжение американцами Украины и Грузии современным летальным оружием. Когда же диалог с Россией, в данном случае у Грузии, перерастает в нечто большое, туристический бум со стороны Россо-туриста, столь выгодный как отцам туристического бизнеса, так и рядовым гражданам страны, кормящимся от него, то тут же раздается менторский тон, одергивающий за океана, мол, ребята, вы не перебарщиваете ли, а явно перебарщивают, переходя грань разумного сознания гражданина и суверенного государства, некоторые наши местные политики, приглашая одного наивно самоуверенного официального представителя государства интервента в кресло спикера парламента Грузии, инициируя тем самым выход на улицы протестующих граждан и, более того, попытку штурма данного высшего законодательного института. Оскорблены всем этим, да еще бурлескной выходкой неэтичного журналиста Президент Большой Северной Страны запрещает полеты в Грузию собственным гражданам. РФ пытается с помощью своих агентов влияние на Кавказе и даже целых субсидируемых ею партий, таких как Альянс Патриотов плюс их же карманный ТВ-объектив, создать образ соседа-партнера, пекущегося о Грузии и Южном Кавказе, соседа, инициирующего параллельные и дополнительные коммуникации по направлению к Армении через Кавказский хребет. В то же время через своих агентов, коими пропитан весь официоз, стараются, помешать, хотя бы затормозить, строительство столь важного для всего Кавказского региона Порт-Анакле. Опять пытаются Кавказцам навязать с севера доминанту коммуникационных путей север, юг над путями восток, запад. В Азербайджане и Армении наверняка это хорошо видят и понимают. РФ по мировым показателям все более уступает странам-лидерам, производящим и торгующим оружием. Это видно уже невооруженным глазом даже на примере таких традиционных партнеров России в этой сфере, как Индия. И здесь, конечно же, все более усиливается позиция США. Все следует рассматривать комплексно, для США на Клея, широкий выход к Баку и далее в Центральную Азию. Многие многотоннажные корабли в Черном море вынуждены сегодня обходить порты Поти и Батуми. Все более активная скупка российскими гражданами недвижимости в Грузии и их инвестиции в мелкий и средний бизнес. Также один из рычагов влияния извне. Американцы подходят более глобально, до их, США и РФ, и не сравнить по весовым категориям. Не стоит забывать, что она клея будет гораздо продуктивнее эксплуатироваться, когда выйдет на полномасштабный уровень железная дорога Баку, Тбилиси, Карс, Стамбул. Кому выгодно помешать и максимально затянуть этот процесс, делайте вывод сами. Между США и РФ идет здесь жесткая борьба из-за местный эстеблишмент, который, безусловно, может многое регулировать. Здесь и в дальнейшем следует ожидать перепалок, публичных и не столь публичных одергиваний. Еще немного о глобальности США. Основные прямые интересы и лоббирование они проявляют именно по двум силовым структурам, Минобороны Грузии и службе внешней разведки. Присовокупим ко всему сказанному совсем недавнее событие, когда в Грузии проходили командно-штабные учения НАТО, а бывший генсек НАТО Андерс Фокрас Мусин призвал всех рассмотреть немецкий вариант вступления Грузии в НАТО без распространения знаменитой 5 статьи о коллективной безопасности на регион Абхазии Цхинвала. Тут же заговорили об укреплении обороны вокруг России благодаря вступлению Грузии в НАТО, и генерал Филипп Бридлов призвал Грузию создать сильную коалицию против России. Я специально привел весь этот калейдоскоп событий, чтобы наглядно показать, как сегодня действуют методы так называемой гибридной войны. Эта война давно перешла грань непосредственных боевых действий. Сегодня это – политико-экономически-финансово-электронно-медийные широкомасштабные действия. Эффект от них никак не меньше ядерно-водородного взрыва. Грузия же сегодня весьма напоминает Люксембург, Швейцарию, Монако, 30 годов перед Второй мировой войной. Как правило, крупные игроки оттачивают на малых странах свои навыки ведения непрямых воздействий во время противостояния. Разговор о нейтралитете Грузии тоже одна из карт в этом раскладе игр. И не следует забывать ни Грузии, ни Азербайджану, что ни Люксембург в обеих мировых войнах, ни Бельгию во Второй мировой войне нейтралитет не спас. Как раз недавно беседовал с одним из высших действующих офицеров и представителей НАТО, который признался – 21 век – век не кадровых, а частных армий. Что, само собою, весьма вписывается в абзац выше. А договорились ли по обе стороны океана, уговаривая друг друга, кому что Грузии предлагать? С одной стороны вооружение – инструкторов у НАТО, а с другой – приток инвестиций, капитала, включая Руссо-туриста. Сие будет понятно в ближайшие несколько месяцев. Крупные мировые игроки понимают, что в 21 веке Черчилевская мягкая подбрюшья Европы уже сдвинулась на восток от Балкан к Кавказу, в том числе и к Южному Кавказу. И это придает еще больший смысл разделению и борьбе за передел сфер влияния в нашем регионе. Восточно-европейская буферная дуга, охватывающая РФ у ее западных границ и протянутая с северо-востока Европы к югу, должна найти свое логическое завершение именно на Южном Кавказе. В регионе Большого Ближнего Востока все действия и мизансцены развиваются с калейдоскопической быстротой и со смены актеров, режиссеров и их сценариев. Создание буферной турецкой зоны в Сирии, а, по мнению некоторых экспертов, и первой фазы восстановления государства османистов, может вполне привести к прямому и весьма ожидаемому противостоянию России и Турции. И это при том, что США умывают руки в сирийском оперативном пространстве, где окажется Грузия при этом реально возможном раскладе и который, учитывая вековые традиционные полюса, юг, Турция и север, Россия, станет более притягательным для нее. Вопрос, видимо, скорого будущего и будущего торга. Главное, быть приглашенными и оказаться за этим столом политкараван-сарая. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ. Продолжение следует...